Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители ТИП-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Дмитрий Валерьевич Потапенко, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Друзья, у нас уже с вами 31 тысяча. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки, комментируйте. Я вас очень прошу. Я, знаете, как в старые времена мыслю пятилетками. Поэтому я мыслю в данном случае пятью тысячами подписчиков. Очень хочется достичь метки 35 тысяч. Буду очень благодарен, если подпишетесь. Не забывайте, пожалуйста, друзья. Дмитрий Валерьевич, после минутки саморекламы переходим с вами к темам. И давайте все-таки поговорим и начнем с Бориса Надеждина. На удивление выстроились очереди для того, чтобы подписаться за выдвижение Бориса Надеждина. Причем не просто подписаться, ставить свои паспортные данные, заверить их у нотариуса, который сидит в каждом таком пункте. То есть люди сознательно хотят продемонстрировать свою позицию. О чем это говорит? Говорит о том, что общество вполне себе нормально, традиционно. Кто бы ни пытался его перепачкать какой-то одной краской, либо как-то все за власть или все против власти, общество многогранное, в нем присутствуют различные веяния, течения. Совершенно нормальным. Я считаю, что голосование и за Бориса Борисовича, и за господина Дованкова, и возможности и попытки зарегистрироваться на Дунцова, это была абсолютная норма. Поэтому общество демонстрирует абсолютно нормальную живую реакцию. Другое дело, что у власти возникают, если она пропустит Бориса Борисовича, существенные проблемы, потому что это уже, не знаю, кого это сильно волнует, но если нужно, я раскрою эту тему. Не будем терять ни минуты, раскройте, пожалуйста. Значит, проблема заключается в следующем. Не знаю, сколько это интересно зрителям нашего канала. Я напомню, что есть несколько постулатов, которые очень важно власти сделать. Первый – избрать действующего президента с процентом соотношения 82, привести на избирательном участке не менее 70% аудитории. И еще одна такая уже менее важная, но тем не менее задачка – это выдвинуть на второе место ЛДПР. Значит, если произойдет внесение в избирательный бюллетень господина Надеждина, возникает не очень хорошая для власти проблема. Значит, избирательный бюллетень сейчас в потенциале 5 кандидатов, включая коммунистов России, которые должны оттягивать или паразитировать на бренде, соответственно, КПРФ. Они позволяют вывести как раз на второе место ЛДПР. Но если возникают два кандидата, а именно Дованков и Надеждину, которые, скорее всего, будут работать в едином, как говорится, в таком тандеме, власти придется принимать достаточно жесткие меры в отношении, например, новых людей, объяснять им, что так работать нельзя и что они должны выбрать на чьей стороне вы мастера культуру. В эту секунду, соответственно, у власти возникает проблема именно как раз с первой, если с явкой, явка как раз для них будет решенная задачка, потому что возникнет хоть какая-то интрига, то задачка с элементом продвижения, например, на второе место ЛДПР будет, скорее всего, провалена. Если будет на втором месте, соответственно, КПРФ или может выйти на третье место не ЛДПР, а новые люди, то, в общем, все политтехнологические элементы посыпятся в труху. Поэтому, если власть совершит ошибку и допустит Бориса Борисовича, которому я желаю всяческих удач, в том числе как господину Дованкову, на выборы, то есть допустит его в бюллетень, то она получит себе серьезный раскардаш. А это означает, что Сергею Владиленовичу придется, в общем, впоследствии отвечать за подобного рода вольности в очень консервативной системе выборов. Не знаю, насколько это было вам интересно, по причине того, что... Это картиночка, как картина маслом, как говорил Давид Гоцман в свое время. Дмитрий Вячеславович, вот в этой картине маслом, которую вы нарисовали, есть одно несоответствие. А именно, я согласен с тем, что задача власти — привести людей на выборы, потому что тут важно привести на выборы не только ножками, но и привести людей эмоционально на выборы, то есть не просто привести автобусы с бюджетниками, а чтобы просто так пришли люди, и чувствовал сообщество драйв, что это реальный выбор. Но есть одно противоречие. Чем больше придет несогласных с политикой Путина, и неважно, проголосуют они за Слуцкого, за Надеждина, за Харитонова, чем больше таких людей придет, тем ниже процент получит Путин. Потому что мы понимаем, что чем выше явка, тем ниже, соответственно, процент у Путина. Но это автоматически. Для власти, да, для власти. Ну, если как бы там догоняется, как я уже говорил, я думаю, что зрители нашего канала давно смотрят, что ДЭГом догоняется много, достаточно, вот, 56% нагоняется легко, а вот оставшиеся 14% — это, в общем, такая вещь в себе. Но в первую очередь, условно говоря, там допуск Надеждина — это серьезный вызов для системы власти. Как она будет разыгрывать этот сценарий? Потому что в регионах, ну, я тоже обращал внимание, может быть, не все как-то это так отловили, что регионы не все подписались под ДЭК. Это связано с двумя вещами. Несмотря на то, что ДЭК относит обычно, ну, вот, что там можно все рисовать налево-направо, это, правда, лишь отчасти. Потому что с ДЭКом как раз нужны не только специалисты, но и технические средства. И в регионах многие отказались именно по причине того, что они понимают, что они не справятся и будут стараться по старинке, как говорится, нарисовать и подписать. Поэтому вот этот элемент, он раскардажен, он имеет место быть. А то, что действующий президент, ну, они могут как-то скатиться на ту цифру, о которой я сказал раньше. Я же говорил о цифре, что 70-75. Я изначально это даже обсуждал с теми людьми, которые там имеют отношение к АКП. Ну, он вполне себе проходной. Другое дело, что это приведет к административным выводам. А вот этих административных выводов, например, аппарат администрации президента не очень хочет. В том числе не хочет ни Алексей Алексеевич, который Громов, и Сергей Владиленович. Сергей Владиленович в большей части, а Алексей Алексеевич в поменьшей части. На него это меньше влияет. Вы знаете, несколько дней назад Альфред Кох, в прошлом руководитель «Газпром-медиа» и руководитель «Госкому имуществу», он давал интервью Евгению Алексеевичу Киселеву. И у них такие есть исторические экскурсы. И он, в частности, рассказал о том, как в 2003 году, когда сажали Ходорковского, что в общем-то УСПС был зеленый свет, везде на федералках, на федеральных каналах, везде все, у них была куча записанных программ, в тот момент все сняли. Почему? Потому что Чубайса подбили на то, чтобы он выступил демонстративно, защитил Ходорковского, то есть как бы выступил против решения первого лица. В отличие от Явлинского, который, собственно, это не сделал. То есть Чубайса фактически поставили в ситуацию, когда он, как лидер списка, должен был, ну или второй человек в списке, по-моему, лидер списка, он должен был высказаться, но с другой стороны, понятно, он как руководитель РАО ЕС пошел против СОР. Соответственно, мы понимаем, насколько жестокая сама по себе система. Какие риски у Надежды на ваш взгляд? Риски у Надежды достаточно высокие. То есть если они его как-то пропустят или будут вынуждены пропустить риски, в общем-то, повторить судьбу, в том числе и моего родственника Павла Николаевича Грудинина. Ну, повторить судьбу вашего родственника Павла Николаевича Грудинина вполне можно было бы, если бы это был годик 20-й, но не думаете ли вы, что сейчас можно повторить судьбу Анатолия Александровича Собчака, который тоже смотрел на новое тысячелетие с открытым забралом, как говорится? Ну, сложно сказать, но власть обычно мстительна, конечно. За вызовы, за собственные просеры власть очень жестко мстит. Повторюсь, за собственные просеры. Не то, что там вы чего-то сделали, а вот она власть мстительная, и мы как раз в этой части сами же просрали, и сами же за это накажут. Просто на раз-два. Увы. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Почему, на ваш взгляд, именно Борис Надеждин, а не Григорий Ивленский? Зачем эта комбинация с Надеждином? И сама фамилия? Вроде как нового человека. Ну, конечно, не нового. Но я имею в виду, что, понимаете, психологически поддержать Явлинского сложнее, чем Надеждин, а потому что Явлинского уже много копий, что называется, сломано. Почему именно Надеждин с фамилией Надеждин, ну и прочее, прочее? Ну, я же, когда выдвигался Борис Борисович, я сказал, что каждый, там, Андрей Нечаев, обязаны делать то, что они делают. То есть, когда выдвигалась Дунцова, они обязаны делать то, что они делают, потому что, да, вы обязаны дрессировать команду. И вот мне как раз сегодня был эфир, мне задали вопрос, почему вы не принимаете участие в этом избирательном цикле. И я отвечал следующим образом. Я сказал, что, ну, ведь я хочу напомнить, мне немножко сделать шаг назад. Недавно был ролик такой, ну, по сути дела, издевательский такой, а вот там опрашивают Дованкова, опрашивают, соответственно, Харитонова, опрашивают Богданова, надеетесь ли вы выиграть, и вот там они говорят, что вот мы не надеемся. Если бы, условно говоря, в этой сетке был бы я, я сразу могу сказать, что для меня было бы важно, понимая, что выиграть шансов немного, практически шанс близкий к математической погрешности, но биться за победу мы обязаны. Для меня важно, чтобы мой избиратель, если бы он таковой был, пришел бы к результатам условного проигрыша с положительным бэкграундом. То есть, он бы научился бы объединяться, там, работать на кубах, то есть, он получил бы квалификационные навыки, не выиграв, как это, войну, но выиграв битву локальную. Поскольку именно в этом контексте я в этом избирательном цикле не могу дать избирателю или своему, как говорится, своему последователю подобного рода опыт, подчеркиваю, не результат, а опыт, а опыт это куда зачастую больше, то я могу сказать, что вот эта история, именно поэтому, по крайней мере, пока я не в избирательном цикле. Поэтому здесь, касаемо Бориса Борисовича, ну, я бы сказал бы, что власть, на мой взгляд, должна была, если бы она хотела, зачистить поле. Я думаю, что власть перезаложилась на то, что он не соберет подписи. Сейчас она будет, я думаю, предпринимать меры как раз его недопуска. Дмитрий Ильич, а, собственно, почему, ну, например, вам сделали предложение, от которого сложно было бы отказаться, просто смотрите, вы при вашей занятости, помимо эфиров, у вас большая занятость, вы, тем не менее, это очень сложно, у вас огромная нагрузка, вы даете интервью, не причиняю, некоторые интервью, они по хронометражу, но очень долгие, да, и плюс ваши собственные передачи, его знают, как в России, как и в Украине, причем и в России, и в Украине вы не вызываете аллергии. И, собственно, вы говорите то, что считаете нужным, вы не иностранный агент, и уверены, вы не станете, у вас своя система взаимоотношений со всеми, как вы выстроили, это тоже феноменальный успех, но почему не вы, просто, ну, вы, ну, как бы вылитый кандидат. Потому что, в том числе, как-то я не проявлял, может быть, ну, то есть, или ко мне не проявляли какую-то инициативу, в том числе и те, кто могут, ну, вот, весь этот конгломерат прокрутить. Да и плюс ко всему, будем честны, я неудобен для всех, потому что, с одной стороны, у меня, я видел, как говорится, свое досье, вот, там, федеральная служба охраны, я не иду, в общем, ну, то есть, у меня есть положительные черта, а есть отрицательные черта, и вот про отрицательные, я как раз, хотел бы наиболее пройтись, а из меня очень говеный дипломат, то есть, я рассказывал о том, что мне на, когда я выдвигался в Калининграде, ну, просто банально предлагали выкупить несколько городов, ну, там, конкретная сумма, тогда было там 200 рублей за голос, и город был бы твой. Я могу сказать, не вопрос того, что я понимал, что это за люди, я открыто сказал, говорю, а какой смысл, моя задача не получить любыми путями депутатский мандат, а моя задача, чтобы изменилась система, и если я начинаю играть по этим правилам, то, в общем-то, чем я лучше тех, кто есть сейчас? В этом мое неудобие, будем честны, потому что поле, оно не стерильно, оно не, то есть, подобного рода поведение, оно плохое, и оно плохое для всех. Поэтому, почему не я, я неудобен для всех. Это все. Ну вот смотрите, если страшно сказать, но я вдруг стал бы Путиным, не дай бог, конечно, то вот если бы я захотел оздоровить политическую систему, я бы вместо Алексея Нечаева, я подчеркиваю, не Андрея Нечаева, а Алексея Нечаева, лидера партии «Новые люди», я бы взял вас. Ну почему? Потому что реально свежее лицо, молодой человек, активный, причем, то, что вы говорите, по-разделительным образом, вроде вы говорите все, что вы думаете, но оно никого не задевает. Это тоже нужно уметь. Понимаете, вот так подбирают существительные глаголы, прилагательные. Ну, вот и нужно поверхности лежит, вот знаете, просто чтобы хотя бы, ну, скажем, создать, ну, какой-то элемент игры, то есть какое-то движение. А тут есть, ну, я в целом как-то, если Путиным, я бы тоже бы себя, я бы себя, я бы тоже туда подтащил. Единственное, почему Путин этого не делает и правильно не делает, причина весьма прозаична. Ему не нужен этот элемент игры. Ну, то есть, он находится в системе координат, когда он разговаривает с Ганди. Ему не нужна система координат, когда он там будет как-то играть. Поэтому он не играет, он отдал. Вот есть Сергей Володиленович, Сергей Володиленович, это ваша задача, сделать так, чтобы, а, первое, я выиграл, а второе, чтобы, соответственно, я выиграл красиво, скажем так. Ну, в кавычки я поставлю слово красиво, потому что красоты в этой игре нет даже не на йоту. А дальше, если вы, Сергей Володиленович, не справитесь, я, соответственно, с вас шкуру сниму. Я думаю, что подход именно такой. Вас удивило, что Надеждина поддержала вдруг политическая эмиграция? Почему как-то консолидирована? Нет, не удивило, потому что, когда появляется хоть минимальный шанс хоть как-то что-то подвигать, ну, вы же заметите, что такое количество эфиров записано с Надеждином, когда вы поняли, что, в общем-то, как это можно, то вот сделали можно. Ну, а дальше, вот я говорю, дальше, более того, Дванков сделал правильный ход, проголосовал за Надеждина в расчете на то, что Надеждина не допустит, а он получит электорат Надеждина. Так что, другое дело, что, на мой взгляд, это посыл достаточно ложный, потому что рассчитывать на то, что электорат Надеждина проголосует за Дванкова, ну, я бы сказал бы, надо процентов 40 вычесть из этого, но все равно ход сильный, абсолютно точно могу сказать. Ну, хорошо, вот есть 100 тысяч подписей, которые представляют или должны представлять 40 регионов Российской Федерации, то есть, попросту половина регионов Российской Федерации. 100 тысяч подписей, которые должны обработать ЦИК. Ну, все здравые люди прекрасно понимают, что ЦИК делает выборочно, ну, просто подборку, обрабатывает, и тут уже, в принципе, как захочет, так и отработает. Вот, если бы перед вами стояла задача все-таки обеспечить, чтобы ЦИК вот принял позитивное решение, а вот это вот, знаете, как, ну, вот выйти с каким-то продуктом, ну, на рынок Европейского Союза, то есть, там, совершить невозможно, вот, как бы вы действовали? если бы мне нужно было бы все-таки как-то создать качественный продукт, ну, я, во-первых, изменил бы сильно избирательную систему, я бы, ну, при том, что моя задача все равно сохранить действующему политическому лидеру его силу, я бы систему превратил бы, ну, наверное, в трехпартийную, условно говоря. А если бы у вас не было вот таких возможностей, вы бы просто вот были кандидатом, еще вот не во власти? Если, если, если бы я кандидатом, то, конечно, на каждом, то есть, во-первых, надо собирать большее количество подписей и более тщательно перепроверять. Скажу честно, это абсолютно не гарантия на сегодняшний день прохождения, потому что там система доказательства, что это не ваша подпись, она достаточно банальна, просто эксперт делает умозаключение, и даже реальная ваша подпись может быть признана фальсифицированной. Дальше вас просто отправляют в суд, и, ну, у меня бы даже на выборах была подобного рода технология опробована, могу просто ее как-то рассказать. У меня, я в бюллетене, было обозначено, бюллетене 16-го года, но мы против моей фамилии, было указано, указано, что я предоставил недостоверные сведения. А фишка была в следующем. Я предоставил сведения достоверные о своих доходах и расходах, там надо было предоставить тогда еще за последний год, а они сделали следующее. Они взяли как это, выписку за последние три года. И когда я пришел, говорю, джентльмены, но вы в данном случае занимаетесь, по сути дела, прямой подтасовкой, которой вы, ну, потому что все равно это важная отметка, когда в бюллетене написано, что напротив кандидата, что он предоставил недостоверные сведения. Вы просеете данные по закону, предоставлены за год, а вы взяли за три. Я их, естественно, не указывал, потому что в этом не было необходимости. На что мне было совершенно в открытую отвечать на вы можете судиться. Мы подали в суд, но суд весьма прозаично. Естественно, суд рассматривал подобного рода дела уже после окончания выборов. Так что технология там достаточно просто отработана. Ну, все равно, Дмитрий Ильич, если честно, я не совсем понимаю. Вот смотрите, подпись же идет нотариально заверена. Вот, например, если у вас кто-то берет в долг один доллар, да, и вы ведете этого человека к нотариусу, составляется расписка, и вы можете, конечно, без нотариально заверенной подписи, но вы как бы нотариально заверяете, просто чтобы у человека не было как бы、 возможности в суде сослаться на то, чтобыт эта не его подпись. Нотариус вот реально заверил, и все равно, а как же можно тогда признать подпись человека не действительной, если ее заверил нотариус? Ну, тогда ну, можно просто поставить под сомнение все сделки купли и продажи в России? Можно, и, собственно говоря, Если в рамках избирательного процесса, то обычно делается так, что возбуждается дело, признается экспертом недостоверно, в отношении нотариуса подается в суд дело, но оно не рассматривается. И здесь все это заканчивается после того, как окончится выбор. Так что здесь тоже элементы эти присутствуют. Вообще сбор подписей, я абсолютно с этим согласен, со многими политологами, это абсолютно ненужная процедура, нужен избирательный залог. Никаких подписей никто не должен собирать. Ни те, кто выдвигаются в виде от партий, ни те, кто выдвигаются самовыдвиженцами. Ну, подписи же придумали именно для того, чтобы сделать невозможное движение. Да, абсолютно верно. Поэтому, если вы спросите меня, что надо делать, в первую очередь нужно сделать так, чтобы не было этих подписей как класса. Вот и все. Дмитрий Ильич, вот и два вопроса задам по второй теме. Зачем я, собственно, слежу? Это за ростом потребительского кредитования в России и как правительство с этим справляется. Вот у меня есть конкретные случаи знакомых, чьи родители, ну, либо они сами, они набрали по три, по четыре ипотеки в Москве, там, в Петербурге. И как бы они зависли с этими ипотеками, потому что у них огромная закредитованность, то есть они просто их не могут выплачивать. И, ну, вопрос не в ней их, а вопрос, скажем, в стиле жизни, да. То есть, по сути, российский человек сейчас, в основном, да, если он в большом городе, он живет тем же стандартами, что и там западный человек. То есть кредитными нагрузками, да, или воливерным кредитованием, когда аккредитуются существующие кредиты. Вот есть ли в этом какая-то угроза? И как, на ваш взгляд, планирует все-таки российское государство решать эту проблему? Ну, смотрите, угроза в этом существенная. Другое дело, что она не для государства, а для частников. Значит, когда Владимир Владимирович выступает и говорит о том, что российская экономика выросла и стала первой в Европе, он не врет. Тут есть только подмен понятий. Она выросла в процентах. Она выросла действительно больше, чем в Агеэкономика ФРГ. В процентах, но не в объеме. Объемом она как была, так и не отличалась величиной. Только есть еще один большой нюанс. Выросла она за счет кредитования как раз того самого. То есть мы взяли долги в долг у следующих поколений приблизительно три года и вот вытащили все эти деньги в этот диапазон. Ну, то есть если средний бюргер ездит на BMW, трехлетний, то нонешний россиянин стал ездить на кредитной ладе-гранте. Но только эта лада-гранта не его. Это лада-гранта банка по-прежнему. И как будет решать, да никак. Будет отбирать. Поэтому чем больше закредитованность населения, тем легче управлять этим порабощенным населением. Власть с точки зрения классического феодализма делает все очень правильно. Фундаментально и правильно. Так что так. Дмитрий Ильич, вы наверняка в курсе, что какое-то время назад в Украине было принято решение обложить дополнительным налогом банки. Но банки сначала очень возмутились. Но это было просто сделано для того, что банки в первый военный год, они просто рекордно обогатились через свои ГКО и прочее, прочее. То есть их задним числом государство потом сняло с них сливки. А может ли быть что-то подобное в России, когда, условно говоря, сейчас пойдут по следующему пути, когда, скажем, население обгоняют кобылу. Соответственно, население будет отдавать недвижимость банкам. Банки реализовывают ее на свободном рынке. Банки, соответственно, будут повышать свою ликвидность. И дальше государство примет какой-то закон, чтобы состричь с банком деньги, как оно пыталось состричь с крупной госкорпорацией. Ну, на мой взгляд, все эти решения уже давным-давно приняты. Они работают. В этом году, вернее, в прошлом году более 300 миллиардов было стрясено с бизнеса. В этом году, я думаю, что будут цифры тоже в районе 300-400 миллиардов. А чем больше, соответственно, люди должны, и банки должны, и крупные компании, тем лучше. Екатерина, я вот буквально час назад брал интервью Максима Круглова, лидера московского «Яблоко», члена политбюро партии «Яблоко». И я задавал вопрос по поводу предстоящих президентских выборов России и кандидатуры Бориса Надеждина. Собственно, почему «Яблоко» не поддерживает Надеждина? На что мне был дан ответ, что даже если Надеждина зарегистрирует, он все равно получит не более 1%. Это, по сути, поможет Путину легитимировать, ну, скажем, не просто свою власть, а в целом отношение российского общества к военным действиям против Украины. Как вы оцениваете подобную позицию? Ну, я думаю, позиция партии «Яблоко», она выработалась не за один день, да, они обсуждали, наверное, на съезде, ну, опасаться или там не поддерживать человека, просто исходя из какой-то там арифметики, ну, наверное, это неправильно по-человечески. Поэтому Яблоко приняло решение, наоборот, его поддержать. Оппозиция сейчас действительно мало того, что находится в разных частях света, еще и пытается разобщиться по каким-то таким вопросам, когда нам... Ну, даже партия «Яблоко», которая все время говорит «за мир», «за мир», она вот в итоге получается, что не хочет поддерживать кандидатов, которые находят в себе силы и ответственность для того, чтобы все-таки представлять эту позицию на президентских выборах. Екатерина, сейчас проходит сбор подписей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина. Достигнута ли уже эта отметка в 100 тысяч? Потому что появляется противоречивая информация. Например, Максим Кац вот сегодня записал видео, в котором говорят о том, что еще не собраны эти подписи и необходимо за последние дни как бы интенсифицировать сбор. Так все-таки они собраны или нет, по вашим данным? Собрано точно больше 100 тысяч. Проблема в том, что от каждого региона можно представить не более 2,5 тысяч таких качественных подписей. Москва, Петербург и некоторые большие города, крупные... Москва, Петербург точно перевалили уже давно за цифру 2,5. И, то есть, конечно, это хорошо, что люди приходят, но это отчасти и такая трата средств из избирательного фонда, которая не будет результативной. Уже нельзя больше, чем 2,5 представить. Люди идут и идут. Поэтому есть регионы, где еще нужно добрать. То есть в любом случае от более чем половины регионов необходимо представить подписи в каждом не менее 2,5 тысяч. То есть нам надо сейчас добирать в конкретных регионах вот эту цифру. То есть правильно ли я вас понимаю, что сейчас в абсолютной численности подписи давно перевалили за 100 тысяч, но в относительной численности, если брать срез регионов, то по отдельным регионам еще есть проблемы? Да, все верно. Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот как штаб Бориса Борисовича Надеждина ведет свою политику, ведет свою стратегию по отношению к тем жителям регионов, которые приезжают в Москву, работают, но у них прописка из этих регионов. То есть они формально, они могут поставить подпись, они все равно остаются представителями этих регионов. Есть ли понимание, как таких людей, ну скажем, привести к пунктам сбора подписи в Москве? Ну сейчас они практически объявили акцию буквально пару дней назад, привезли группы из региона. Когда звонят москвичи или питерцы с просьбой, куда подойти, штабы, им говорят, пожалуйста, уже от этих городов не нужно, но если у вас есть друг из региона с пропиской, пожалуйста, придите вместе с ним, приведите или скажите ему адрес, пусть он приходит. То есть даже если у человека есть временная регистрация в Москве или Петербурге, но у него прописка основная вдруг в каком-то регионе, ему нужно обязательно прийти, да, про это говорится, и сборщики в том числе на это ориентированы. Как вы в целом оцениваете атмосферу, которая складывается в штабе? Потому что штаб – это не просто комната, это люди, это отношения, это свои интриги, свои вызовы. Вот в целом как вы оцениваете эту обстановку? Ну сейчас у них очень такой интенсивный период, и, конечно, наверное, какая-то напряженность присутствует, но это больше напряженность от количества нагрузки. Я думаю, что какой-то момент становления штаба, он уже прошел, и сейчас он уже работает вполне качественно и эффективно. То есть процесс, наверное, какой-то притирания, он уже прошел. То есть я думаю, что сейчас уже никаких скандалов внутри расследований нет. Смотрите, вот вы вкладываетесь в компанию Борис Борисовичем не просто роликами, вы вкладываетесь своими силами, вы аффилируете себя с Борисом Борисовичем, как можете ему помогаете, и вы, безусловно, в том числе моделируете ситуацию, как она может развиваться и после президентских выборов. Чувствуете ли вы, что среди тех, кто, скажем, окружает Надеждина, либо сам Надеждин, вот есть люди, которые будут готовы продолжать заниматься политикой и после выборов, и готовы ли вы с ними дальше создавать политическую силу, как вы планировали? Да, конечно, некоторые из них понимают прекрасно, что президентская кампания рано или поздно закончится, и свои ресурсы надо куда-то применить, и поступает, да, в том числе предварительное предложение продолжить в дальнейшем сотрудничество уже в процессе партийного строительства, которое мы уже начали. Екатерина, вот назывались некоторые такие цифры, как я понимаю, там 10 миллионов рублей, 20 миллионов рублей, которые собираются за счет волонтерской помощи, за счет донатов. Даже вам скажу, что среди моих зрителей есть те, которые пишут мне в комментариях, что вот они донатили на штаб Надеждина. Но понятно, что одними донатами, как говорится, с это не будешь, если мы говорим о развитии политической структуры, развитии выборной структуры, даже не политической. Кто является спонсорами вот этого всего банкета? Вы для себя понимаете, да, потому что, скажем так, на фасаде всего этого мы видим людей, которые дают донаты, какие-то небольшие, рублевые. А вот подковерно, да, вот кто является реальными спонсорами компании Бориса Борисовича? Я такой информации не владею. Я так же, как и вы, вижу, что это деньги, которые приходят от жертвователей, от граждан Российской Федерации, потому что они поступают на счет, и видно, кто это именно делает. Екатерина, вот если говорить, опять же, о избирательной компании и о тезисах, да, с которыми Борис Борисович будет идти уже на выборы, если его зарегистрировать, да, то есть понятно, если цикл зарегистрировать Борисовича, значит, вот, ну, на то есть некая воля, да, но мы понимаем, потому что сбор подписей – это настолько, скажем так, субъективная процедура, что здесь либо те хотят видеть на выборах, либо нет. Вот, если какая-то корреляция, на ваш взгляд, да, от того процента, который, возможно, получил бы Борис Борисович на выборах, и той политики, которая будет складываться в России, ну, в ближайшие, скажем, годы, да, вот как в свое время такой достаточно серьезный результат Навального, он, ну, во многом, как бы, ну, смоделировал и спроецировал ту повестку дня, которая была в следующие годы в Москве и в целом в России, вот повлияет ли результат потенциально надежды на политическую повестку России на, там, хотя бы год-два в ближайшую перспективу? Ну, поскольку я, можно сказать, передала отчасти эстафитную палочку Борису Борисовичу, и многие из моих сторонников также поддерживают его сейчас, но, опять же, повторюсь, президентская кампания закончится, Борис Борисович представляет, там, определенный, так скажем, уровень политиков, которые занимаются все-таки уже давно этим, и, ну, скорее всего, вот такого, такой активности, наверное, от него ждать не стоит, но есть я, которая говорит о том, что мы создаем партию, и буквально, ну, мы сейчас уже готовим съезд, ну, может быть, это будет в марте, понятно, что это очень сложно, невероятно, потому что это минимум 100 делегатов из регионов, их нужно разместить и нужно организовать, нужно быть уверенным в том, что нам в последний момент не откажут в помещении, как это обычно бывает, поэтому и не приедут с 25 автозавров. Вот, поэтому, да, это действительно очень такая сложная подготовка, но, тем не менее, мы готовы, потом дальше я планирую ехать по регионам, как бы, еще до этого, и это объединительный процесс, который запустит как раз то, о чем вы говорите. К осени мы планируем, что наши сторонники будут участвовать в выборах разного уровня. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там, революд. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле, это очень удобно сделать, вот тот же самый революд позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Вы знаете, вот когда-то спрашивали Ходорковского, почему Михаил Горисович вернулся в Россию, зная, что его должны арестовывать, и он, ну, понятно, человек может ретроспективно все что угодно говорить, но он говорил, среди прочего, о том, что он боялся за тех людей, которые остались в России, потому что если бы он не вернулся, это означало, что он бы подставил тех людей. Вот как бы экстраполируя ту ситуацию, но частично, да, вот на то, что происходит сейчас. Вот вы собираете сторонника, вы планируете съезд, а мы понимаем, что если там звезды зажигаются, это кому-то нужно, то есть если происходит некое движение, и этому движению не препятствует, значит, кто-то считает, что это движение нужно для чего-то. Ну, вы как политик, понятно, вы этим пользуетесь, да, это, вы действуете в рамках системной политики, но не боитесь ли вы ситуации, когда, например, наверху что-то резко меняется, и, соответственно, некий там проект, либо вот некая виденькая ситуация, но схлопывается, и тогда те люди, которые вот, например, рядом с вами, рядом с Надеждином, но они просто попадут под этот дамоклов меч. У нас постоянно что-то меняется, и законы, они только ужесточаются. Я думаю, что большинство из тех, кто поддерживает меня, они оценивают риски в определенной степени, но самое главное, что я им говорю, не давайте возможности себя привлечь к этой ответственности, да, не давайте возможности себя подставить и как-то спровоцировать, ведите себя бережно, бережно относитесь друг к другу и к самим себе, потому что нам важно сохраниться для хороших, позитивных и эффективных дел. Я обратил внимание, что вы редко вообще кого-то критикуете, вы не теряете время на такую внутривидовую борьбу, условно, да, если можно так сказать, и вряд ли вы будете критиковать, конечно, вот того человека, которого я сейчас назову, но тут главное не человек, да, потому что с уважением отношусь, тут главная идея. У меня недавно был Марк Захарович Фегин на канале, ну и не только на моем канале, естественно, там есть более крупные площадки, где он высказывает свое ведение выборов, да, он предлагает идею альтернативных выборов. А вот как вы относитесь к этой идее проведения за рубежом неких альтернативных президентских выборов? Вот видите ли в этом какую-то рациональность? Да, я слышала про эту идею. Ну, смотрите, если мы говорим про те города, где не будет возможности у Лиги проголосовать, определенные акции на эту тему, наверное, все-таки, поскольку они там разрешены и вполне себе возможны, ну, это своего рода такой флешмоб, да, и плюс люди, которые уехали, среди них много действительно и бывших работников избирательных комиссий, которые были там, находились от оппозиционных партий, да, и у них есть опыт, у них есть желание это сделать. Правда, ну, в общем контексте, конечно, будет сложно эти результаты каким-то образом оценить, потому что, ну, мы, конечно, говорим о доверии о том, что всё это будет, ну, это с точки зрения закона, да, сложно оценить, но с точки зрения личного отношения я, допустим, бы поддержала, потому что это и, с одной стороны, такая практика для людей, для них это очень важно, они в это вовлечены, и они как бы будут чувствовать себя, что они выполнили свой долг, это тоже очень важно, потому что они не должны себя чувствовать брошенными. То, что сейчас происходит, да, что людей, которые уехали, их называют там предателями. Вот этого точно не должно быть. Если это им поможет отрефлексировать эту тему несостоявшихся выборов у них конкретно в городе, я только за. Екатерина, на самом деле вы очень мудрый человек, не потому что я вам лечу, да, а потому что я это вижу, потому что вы рассудили совершенно правильно, что сейчас всё внимательно сфокусировано на президентской кампании, и чем отходить в сторону и выпасть из повестки, сейчас вот как бы очень важно противнистрировать поддержку Надеждину, тем самым вы тоже находитесь в некой политической повестке процессов. Это очень грамотная политическая позиция. Но опять же, выборы заканчиваются, и понятно, что вот медиа не так устроена, что они все кому-то принадлежат, так или иначе, чтобы кто не говорил так. И необходимо, ну, как бы выработать, скажем, некую линию, которая, с одной стороны, ну, не даст вам попасть в жирновая система, с другой стороны, удовлетворяет запрос медиа на горячие новости. Вот вы для себя понимаете, какое должно быть ваше поведение, чтобы быть интересным СМИ в условиях, когда не будет ни выборов, ничего, и будет вот такая вот толчья, скажем так, болотная? Я не знаю, мне кажется, это всё на каких-то ощущениях, потому что я, когда выдвинула свою кандидатуру, да, заявила о том, что я собираюсь баллотироваться, я, наверное, впервые делала то, что я вот ощущала правильным, не оглядываясь ни на кого. И эта позиция, она зашла одинаково как людям, ну, гражданам, так и журналистам, средствам массовой информации. Наверное, самое главное – оставаться честным и открытым, ну, и не, наверное, вот это вот планирование, которое вот выстраивание стратегии, если сейчас я начну думать, как мне что говорить, как мне что, какие отношения между кем выстраивать, вот с этим дружить, с этим не дружить, сразу люди потеряют доверие и интерес именно поэтому. Ну, и отчасти, наверное, вот какое-то внутреннее ощущение, какая-то интуиция, что и когда нужно делать такое внутреннее чувство. Сейчас закончится сбор подписей, и уже какое-то будет провисание, да, я это знаю как журналист. Вот, и в этот момент будет интересно мои, допустим, путевые заметки, условно, да, из регионов России, да, как они живут. То есть я не собираюсь выпадать из повестки федеральных, в принципе. Если посмотреть на последние демократические выборы, которые были в России, это 99-й год, и когда в Государственной Думе прошли две партии, ну, такого либерального толка, СПС и Яблоко, но были еще на мандатнике, но смотрим на противные списки. СПС набрало 12, Яблоко набрало 7%. СПС набрало 12, потому что они не шли с лозунгом Путина в президенты, а СПС в Думу. То есть они выехали на рейтинги Путина на его, скажем, чеченской кампании и прочее, прочее. Вот вы, я уверен, как журналист в прошлом, как медийщик, как молодой политик, вы прекрасно понимаете, что, скажем, в условиях той системы, которая существует в России последние 20 лет, больше либерально настроенных граждан не могло встать. Ну, если даже стали, то не намного больше. То есть это очень маленькая выборка потенциального электората. Готовы ли вы, скажем так, конъюнктурно поддерживать некие решения российской власти, опять же, в угоду тому, чтобы не теряться, а действительно получить возможность сформировать политическое представительство хотя бы на уровне муниципалитетов? А я не думаю, что их стало меньше. Как раз выросло то поколение, я думаю, за последние 10 лет те молодые ребята, которые ещё не были ни на Болотных, да, там нигде, они сейчас осознали, что у них чего-то не хватает. Наверное, прав и свобод. И каждый раз они смотрят, и что-то опять там ужесточается, опять ужесточается. И действительно это то количество людей, которое прибавилось, да, где-то убавилось, где-то прибавилось. Плюс я не думаю, что важно количество, гораздо важнее качество, потому что можно говорить и бить себя в ручь, что я за Путина, а потом совершенно дичь творить какую-нибудь, да. То есть, ну, действительно важно соответствовать тем идеалам, про которые ты говоришь. Екатерина, я вам задам тогда последний вопрос. Он касается, опять же, вот медиасопровождения вашей будущей деятельности, потому что медиасопровождение, безусловно, ну, оно очень важно. Понятно, у вас есть свои ресурсы, и телеграм-канал достаточно мощный, и там, и ютуб-канал, то есть вы вот как бы раскрутили за это время. Но понятно, что всё равно должна быть некая медиаплатформа, куда будут ходить ваши сторонники. И, ну, кроме того, это некий институциональный менг, с которым можно приторговывать в хорошем смысле с другими оппозиционными группами, как бы обмениваясь некими интересами и возможностями. Планируете ли вы создавать свою какую-то небольшую медиагруппу? Если да, то как вы это видите? Да, ну, вы просто заглядываете вперёд, да, на самом деле, как будто в будущее. Да, мы, естественно, планируем создавать, ну, скорее всего, это будет прям официальная СМИ, которая в последующем сможет также работать на территории Российской Федерации. Но, естественно, сейчас для начала это хотя бы какой-то постоянно выходящий в эфир ресурс. Опять же, это YouTube-канал, который будет не просто размещать ролики, а действительно делиться информацией, опять же, из регионов, сейчас пока о президентской кампании. Ну, мы должны выйти вот в этот ритм, да, чуть-чуть вырваться, пока затянула эта президентская гонка, да, ещё сейчас я из неё вот так вот выйду в партию, и тогда можно войти уже в определённый режим работы. Да, мы планируем создавать какой-то такой, пока вот планируем, да, то есть что-то такое будет ресурсом именно медийным для нас. Екатерина, правильно я понимаю, что вы чувствуете в себе силы создать СМИ, ну, хотя бы там уровня живого гвоздя. Что я имею в виду? Понятно, что можно критиковать российскую власть, находясь за границей. Это не требует больших усилий, когда ты в недосягаемости. Но когда ты внутри страны, это на самом деле очень сложно, потому что ты ходишь между целой хребтой. Ну, то есть то, что пытаются делать там Менедиктов, имея связи там разных структур власти. То есть чувствуете ли себе возможность создавать более-менее независимые СМИ, опять же, чтобы оно было интересно, при этом проскочить и, скажем, сохранить его, и не быть задетой, опять же, властью. Мы будем идти к этому маленькими шажками, так приставными, но в то же время с гордо поднятой головой. Я думаю, что как раз это желание сохраниться и обезопасить себя, оно нам очень поможет. Владимир Владимирович, давайте начнем с победы Дональда Трампа на кокусе в штате Нью-Хэмпшир. Вторая победа после Айовы. Скорее всего, будет победа в Южной Каролине. Как вы оцениваете вот такую уверенную поступь Дональда Трампа к участию в президентских выборах? Даже уже Байден предполагает, что именно Трамп станет его конкурентом на выборах. Я думаю, что он даже не предполагает, а уверен, что следующим президентом будет Дональд Трамп. Американцы просыпаются, просыпаются и понимают, что это был очень опасный период для самих Соединенных Штатов и для мира, когда социалисты были у власти в Соединенных Штатах. И это мы с вами видим и на примере Украины, на примере такого неверного союзника Украины, который сначала, в начале войны пытался просто сдать целиком Украину Путину, а потом существенно ограничивал поставки вооружений, поддержку финансовую. Вот сейчас уже пропагандисты Демократической партии говорят о таких частных, знаете, вопросах, что необходимо поддерживать Никки Хейли. Она, с их точки зрения, более приемлемый кандидат от Республиканской партии, и даже был такой реализованный, в общем, призыв на кокусе Республиканской партии регистрироваться как республиканцы и голосовать за Никки Хейли. Ну, какой-то определенный результат получился, но очень слабенький, конечно. Сейчас некоторое напряжение возникло в отношениях между Дональдом Трампом и Никки Хейли. Она в большей степени, конечно, приявлема для Демократической партии, потому что она является все-таки представителем вот этого традиционной Америки, традиционной элиты Америки. Ну, демократам уже ясно, что даже используя все возможности административного ресурса, все возможности, если прямо говорить, фальсификации выборов, у них ничего не получится. А если получится, то это вызовет, конечно, очень серьезные протесты в Соединенных Штатах. Вот, поэтому приближается время появления нового президента, нового старого президента Дональда Трампа и изменения в политике США по отношению к Украине, по отношению к Европе, по отношению к Израилю. В конце минувшей недели все обсуждали дом Аристоевича, который якобы Аристоевич купил за миллион долларов. Аристоевич дезавуировал эти слухи, есть дом, нету дома. Но, как говорится, свечку не держал, и купщую на дом тоже. Но Аристоевич в одном из своих эфиров в качестве аргумента, почему он не покупал дом в Соединенных Штатах Америки, привел аргумент гражданской войны. Мол, зачем мы брать дом там, где уже идет гражданская война и где она только будет усиливаться. А вы как считаете, в Соединенных Штатах Америки идут уже гражданские войны, и будет ли усиливаться эта гражданская война? Демократическая партия делала очень много для раскола в Соединенных Штатах. Обвиняю в расколе, кстати, самого, самих республиканцев. Вот, называть это гражданской войной не стоит, потому что это, конечно, конкуренция пока, противостояние, но противостояние конкуренции. Гражданская война может возникнуть, если демократическая партия попробует так фальсифицировать выборы, что станет очевидным, что, ну, они действуют, как действуют традиционные социалисты, приходят к власти и фактически отменяют выборы. Ну, вот как это было во многих странах, с той же Россией большевистской. Вот, но пока беспокоиться о гражданской войне, мне кажется, не стоит. Стоит беспокоиться о, знаете, вот ориентации Украины, президента, его офиса, элиты Украины, части элиты Украины, конечно, на демократическую партию, доверие демократической партии, надежда на то, что демократическая партия все-таки поддержит Украину. Но это доверие падает просто каждый день. Это была ошибка, мы с вами об этом говорили, когда вы меня поучали в самом начале войны, что надо ориентироваться на Евгению Марковну Альбац, которая поддерживает демократическую администрацию. Вот, и что я совершенно не прав, говоря о республиканцев, как надежды Украины. Вот, но все произошло очень трагично на самом деле, понимаете? События, которые предсказаны были два года назад, ну, вот они сегодня произошли. Это остановка помощи Украине со стороны демократической партии, этой администрации, поддержка Путина, ну, и многое другое в том же Израиле, понимаете? Остановка давления беспрецедентной на Абинемину Натаньяху, и остановка фактически борьбы с терроризмом. Вот, ну и в остальных частях мира, там, последнее заявление о том, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня. Очень опасные заявления. Катер Анатольевич, я хотел бы сразу прояснить. Мое отношение к Евгению Марковне Альбацу, оно действительно особое, даже несмотря на то, что Евгения Марковна, когда ее несколько лет назад просил поделиться номером телефона одного из потенциальных своих гостей, мне Евгения Марковна отказалась, ослабшись на то, что она не телефонная книжка. Я, конечно, расстроился, но это никак не повлияло на мою супопитие. Вы меня поучали, Михаил, вы меня поучали, говорили, что это более адекватная позиция, более точная позиция по отношению к демократической партии. Произносили какие-то ужасные слова по поводу Трампа, ну, из пропагандистской кампании демократов, по поводу того, что он непредсказуемый, неадекватный, ну, много всяких таких явлений, порожденных пропагандистской кампанией демократов. Это был не я. Да, конечно, это был другой Михаил Касанов. Это был человек похожий на Михаила Касанова. Да, да, да. Теперь я понял. Да, Константин Танч. Возвращаясь, собственно, к военным действиям, которые происходят между Россией и Украиной, российской агрессией против Украины, тут Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сделал очень интересное заявление, когда он заявил о том, что Украине нужны деньги и оружие, а люди, мол, Украина есть, и это самая выгодная сделка для Запада. Ну, конечно, в Украине это заявление вызвало неоднозначную реакцию, и Аристоич тоже откомментировал это заявление. Кроме того, мы недавно услышали заявление Сергея Лещенко, советника со-президента Украины, который заявил о том, что западные страны должны прекратить помогать украинским беженцам и стимулировать их вернуться обратно в Украину. Как вы оцениваете эти заявления? Насколько они политически выверены, на ваш взгляд? Ну, они политически совсем не выверены. Это заявление отчаянное. Ситуация сложилась отчаянная. Помощь Украине фактически остановлена. Вот, в этой, извините, в этой ситуации совершенно непонятно, что делать. И вот эти дёргания, ну, неадекватные, в общем, действия, они являются способом, ну, как-то изменить ситуацию, повлиять на ситуацию. Вот, это понятно, но тому же Кулебе необходимо было бы, ну, раньше, что ли, начинать понимать ситуацию. Вот я очень расстраиваюсь, понимаете. В конце концов, ну, понимание ситуации приходит. Вот, но почему-то очень поздно. Ну, вот даже в вашем случае, там вот тот, Михаил Кацин, который, ну, не всё понимал в ситуации, которые происходят. Понимаете, всё-таки его заменил новый Михаил Кацин. А вот в случае с Кулебой, ну, это очень странные действия, скажем, поддержка в организации объединённых наций, решение о привлечении союзника Украины, Израиля, к уголовной ответственности за преступления против терроризма. Ну, это именно так и надо называть, понимаете. Вместе с Россией и с Ираном. Вот. И это очень странная позиция, я её объясняю таким болезненным, ну, в некоторой степени истерическим состоянием власти. Не хватает спокойствия, рассудительности, предсказуемости. Очень опасно. Константин Антонович, заместитель министра обороны Украины заявил о том, что война закончится в тот момент, либо, точнее, по результатам этой войны у России необходимо отобрать ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины. Я, когда прочёл это заявление, честно сказать, я очень озадачивался, потому что стал думать, а как это практически реализовать. И, ну, на ум мне пришла только одна мысль. Для этого, ну, украинская армия должна дойти до Кремля, взять Кремль, ну, спрятать Путина в бункере, отобрать у него чемоданчик, так, ну, либо армия Запада. Это в любом случае должна дойти до Москвы. Если же этого, например, не произойдёт, да, потому что война пока идёт за возвращением границы 91-го года. Какой смысл делать это заявление на ваш взгляд? Никакого смысла. Это заявление, а заявление, вот, это попытка остаться в информационной среде, это указать на на одной из причин вот этой войны и агрессивных действий Путина. Это пустое заявление. К сожалению, таких заявлений много в последнее время, и это ещё один признак ну, такого отчаяния, что ли, в украинской элите, в украинской власти, в условиях, когда, ну, остановлена поддержка Украины, о чём мы с вами говорили с первого дня войны. Понимаете? Константинович, почему из лексикона исчезло слово ленд-лис? Его вообще никто не вспоминает и никто не произносит. А ведь то, что мы наблюдали и до этого, и то, что мы ожидаем от Соединённых Штатов Америки, это никак не относится к программе ленд-лис. Почему вообще никто об этом не вспоминает? ленд-лис, закон о ленд-лизе был принят Нижней Палатой большинством, но система управления в Соединённых Штатах построена так, что после его принятия этот закон исполняться не будет, потому что это закон о поддержке Украины. Но законодатели, республиканцы принимали этот закон для не моральной поддержки, а для военной поддержки Украины. Это одно из проявлений той позиции демократической администрации, которая не хочет помогать Украине, и говорит об этом открыто. Помощь Украине, военная, помощь против России, это опасность, которая может привести к переходному процессу в России, и нестабильности, и непредсказуемости. Ну вот, так во всяком случае, Джо Байден, Энтони Блинкин, многие другие объясняют свои договорные отношения с Россией и сдерживание помощи Украине. Знаете, сегодня президент Азербайджана говорил о необходимости поиска национальной идеи для своей страны. Я вздумался о том, что иметь национальную идею вообще хорошо бы любой стране, любому государству. Вот как бы вы видели национальную идею Украины на данном этапе, понимая нынешнюю ситуацию, понимая, что Украина ведет кровопролитную войну с государственным агрессором России. Национальная идея Украины есть. Это создание или сохранение демократического государства, свободы, независимости от вот той империи, которая сегодня существует в России агрессивной, националистической, в свое время независимость от Советской империи, тоже агрессивной, националистической. Для реализации этой национальной идеи граждане Украины выбрали нового президента Владимира Зеленского, который в общем в своих заявлениях был достаточно последователен до определенного момента. Сама идея президента одного срока была очень радикальной, понимаете, до тех пор, пока эта идея не превратилась в свою противоположность. Вот. Так что национальная идея Украины есть, и я думаю, что сотни тысяч жертв, принесенных на защиту этой идеи, тому подтверждение. Константинович, на минувшей неделе, в конце минувшей недели, был задержан предприниматель Игорь Мазепа. Игорь Мазепа – это крупноукраинский предприниматель-инвестор, который строил строить свой бизнес, скажем, начиная с 2000-х годов, то есть сегодня взяли к бизнесменам, которые участвовали в приватизации 90-х в Украине. Он крупный инвестор, он был на украинско-польской границе задержан. Это первый в СИЗО, суд ему при ущербе, которое ему выдвинулось следствие в 7 миллионов гривен, присудил залог в 700 миллионов гривен. Потом залог был снижен, где-то до 370 в Украине. И вдруг украинское бизнес-сообщество стало недовольство высказываться по этому поводу. Как говорят, подключились иностранные посольства, имею в виду западные страны, и в апелляции был резко снижен залог до 21 миллиона, и Игорь Мазеп повышал из следственного изолятора. Но в любом случае предприниматели Украины, говорят о неких негативных тенденциях, которые, безусловно, есть, которые влияют на инвестиционный климат. А без экономики, безусловно, очень сложно строить сильную оборону в борьбе с государством агрессором. Как вы оцениваете эти тенденции как предприниматель, как общественный дед, который на своих глазах много чего наблюдал в своей жизни? Ну, мы с вами говорили о национальной идее, свободное демократическое государство, но украинская элита, сконцентрированная вокруг Владимира Зеленского, она является, скажем, сторонником скорее такого сильного государства. Это идея транснациональных компаний, это идея социалистические по существу, идея, против которых ну вот недавно на форуме выступил президент Аргентины и сказал, что коллективизм фирмилии. Да, коллективизм это опасная тенденция, но Зеленский и его группа воспитанники вот институтов Сороса, но они являются сторонниками идеи сильного государства не это понимаете тонкие различия уже между целями, государства собственное укрепление или укрепление бизнеса, укрепление граждан. Вот. Это ошибка. И тут есть еще один момент, понимаете, можно запретить проведение Майдана, президента. нельзя запретить неприятие политики, вот новой политики президента. Это происходит, недовольство растет очень сильно и такие появились авторитарные тенденции, против которых естественным образом выступает бизнес, потому что в этих условиях развиваться ему нет возможности. Вот. Опасная тенденция и я думаю, что Владимир Зеленский будет президентом одного срока, но не потому, что он заявил об этом, а потому, что очень серьезно падает доверие к нему по многим причинам. Слушайте, Константинович, нет вопросов как политика президента, как предпринимателя вы поменяли разные роли в своей жизни. Ну, вот все говорят о том, что Владимир Зеленский, а, кстати, у Владимира Александровича сегодня день рождения, поздравляю Владимира Александровича с днем рождения, 46 лет исполнялась президенту Украины. Вот все говорят о том, что Владимир Александрович Зеленский, он действительно, в отличие от многих других президентов, очень критично относится к любым коррупционным проявлениям и занимается действительно очень важными делами для страны. Но так получается, что, скажем, по-прежнему в борьбе разных коммерческих структур используются методы, выходящие за рамки допустимых на Западе. То есть это не борьба качества менеджмента, а борьба силовых возможностей, пусть можешь ли ты навлечь беду на конкурент. То есть появляется фактически демонополизация силового аппарата в определенной степени. Как с этим бороться, когда я искренне верю в то, что Владимир Зеленский не хотел бы, чтобы так происходило с предпринимателями. Но как бороться с такими проявлениями, когда демонополизируется силовый аппарат? Ну, в Хавьер Милей, которого тут упомянули, начал свое президентство с существенного сокращения государственного аппарата и сокращения функций этого государственного аппарата. Понимаете, ну вот это такая позиция либертарианская, нормальная, которая приводит к развитию бизнеса, к укреплению экономики страны. Ему Аргентина досталась в катастрофическом состоянии. Понимаете, и вот казалось бы, в этих условиях, когда никто не платит налоги, когда безумная инфляция, надо бы создать дополнительное министерство, усиливать репрессивный аппарат, но он делал прямо противоположное. И многие либертарианцы, которые вот эту тактику проводили, ну, кстати говоря, включая даже Егора Гайдара, вот сокращение аппарата государственного изъятия из его функций, функций карательных, понимаете. Ну, вот этого ничего я не вижу в Украине. И протесты, которые сегодня со стороны предпринимателей, там же сформулировано все, сформулировано их позиции, их требования и Зеленскому угрожают просто протестами, остановкой деятельности бизнеса, если эти условия не будут приняты. Но они, условия, это перестать проводить репрессии против бизнеса, соблюдать законы. Рада уже принимала какие-то, во всяком случае, рекламы этих новых законов была таковой, что теперь репрессивный аппарат будет существенно ослаблен. Репрессии против бизнеса, но этого не произошло, понимаете. То есть оказалось, что это очень популистское решение, которое не повлияло на развитие ситуации. Вот нет опыта, понимаете. Тут я повторюсь и говорил это много раз. Мы голосовали за Зеленского как за несвязанного с монополиями, с олигархами президента, который должен был принести свободу, в том числе и в структуру управления государством, но оказалось, что он, видите, пользуется теми же инструментами и, самое главное, не пользуется экспертизой. Ну, рядом, там просто в нескольких километрах живет Бальцерович. Просто посоветоваться с ним, но он все скажет. Там можно Боровому не верить, но Бальцеровичу надо верить. или Михаил Саакашвили, надо было верить, который боролся с монополизацией, с олигархами. Понимаете, вот этот репрессивный аппарат, который начал использовать Зеленский, это все следствие вот той предшествующей ему олигархической системы. Когда в конкуренции бизнеса начинает участвовать не просто государство, а силовые структуры государства. Ну и такие случаи надо расследовать. Понимаете, у нас есть уже огромное количество случаев, по которым власть пытается просто замолчать, попытаться забыть Гонсала Мила. Ну почему не расследуется, кто совершил это преступление, кто из следователей занимался пытками по отношению к этому блогеру, который нам не нравится. Но это не важно. Вот сегодня была опубликована Михаилом Кухаром, экономистом украинским интересные данные о том, что в Казахстане создается специальный налоговый режим льготный, по которому фактически предприятия смогут и физические лица предпринимателей платить ставку налогообложения 4 до 8 процентов. Вот и лимит для таких низких налогов предусмотрен в 4 миллиона долларов. Это очень много на самом деле. То есть предусмотрена также отмена ПДВ и огромное количество категорий, собственно, которые попадают под этот налоговый режим. Вот почему в условии Казахстана мы видим либерализацию такого налога? Как это получается? То есть Казахстан же не назовешь демократикой? Ну необходимо развитие экономики, необходимые это новые тенденции, это новая тенденция в мире. Вы знаете, когда Хавьер Милей выступал в Давосе, его речь приветствовали аплодисментами, Давос это место, где были сосредоточены, ну, в свое время, во всяком случае, такие тенденции монополистические, тенденции социалистические, тенденции коллективистские, глобалистские, но даже в Давосе ситуация начинает меняться. Это же ведь открытие, способ развития, эффективного развития государства путем снижения налогов. То есть поступления налоговые увеличиваются тогда, когда государство снижает налоги, либерализует бизнес. Понимаете, это очень трудное, сложное решение, которое должно принимать государство, заявляя о том, что оно само себя ограничивает, ослабляет. Вот. Но это современная тенденция, она доказана, она является де-факто самым эффективным способом управления экономикой.